МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ему 17 лет. Он одно из главных открытий Восточной конференции МХЛ. 45 очков в 46 играх. Приглашение на Кубок Вызова и в юниорскую сборную России. Нападающий в амонтов югры Павел Шен в проекте «История МХЛ» на КХЛ-ТВ. Фамилия Павла Шен указывает на его китайские корни. Может быть, это помогло ему очень быстро освоиться в хоккее. Догнать и перегнать сверстников, добиться успеха на профессиональном уровне уже в 17 лет. Павел не любит, когда его хвалят. Поэтому это просто констатация фактов. Я как маленький хоккеист. Мне дарили все подарки, связанные с хоккеем. Дома постоянно были клюшки, мячики. Мама все время кричала, что хватит уже играть. Но все равно мы с братиком не переставали играть. Все время носились по дому с этими клюшками, мячиками. Простые детские радости у меня был как раз таки хоккей. Я не мог без него. Все время то на каток просил свои родители, то все время был хоккей. Утром на тренировках, вечером на катке. Дома мячик, клюшки. Все время фулл хоккей. Хоккей я начал заниматься в маленьком городе Нижневартовск, в Томасинском округе. Отвели меня туда родители. Ну, пошел я на хоккей, потому что, во-первых, у меня был папа, спортсмен, футболист. Сама у меня семья из Уфы, так как не в Уфении, в этом маленьком городе не было футбола, меня отдали на хоккей. Пришел я туда и занимался со старшим годом. Когда пришел, все уже умели кататься хорошо, владеть шайбой, а я еще даже на коньках не стоял. Я начинал только заниматься, у меня было много желания, и все мне давалось более так легко. Я пришел с мальчиком, который был со мной еще в садике. Он уже месяц как бы катался со стулом, а я за неделю научился кататься. Мамонты игры завершили сезон на девятом месте Восточной конференции. Место в восьмерке они уступили авто лишь по дополнительным показателям. Без плей-офф, но с чувством уверенности в своих силах. Болельщики у нас, в общем, так сказать, дружные. Все общаются с хоккеистами. Но у нас в команде все ребята с округа, и то есть мы как бы играем, можно сказать, за округ. Нас собрали всех в один город. Мы вот в 98-99 год у нас все с округа. И мы вот на пути к тому, чтобы играли только свои. И очередная атака Шен бросает и делает счет 3-0. По началу сезона, когда мы только пришли в МХ, был другой тренер для нас. И мы как бы слушали его, привыкали к его тактике, выполняли, старались выполнить его установку. Но так случилось, что через некоторое время у нас сменили тренеры и поставили нам тренера того, кто у нас был 4 года в дюсер. То есть нам намного проще, мы его понимаем, мы знаем его требования. На нем поменялось только, что он одевает костюм. Ну, не сказать, что не более агрессивный хоккей, более у меня, так сказать, техничный, я могу так сказать. Но в агрессивный хоккей играют только тогда, когда эмоции зашкаливают уже на пределе, и уже голова не варит, и начинаешь играть в агрессивный хоккей. В своей команде мы общаемся все одинаково, мы очень дружная команда. Еще раз повторюсь, мы живем все вместе, в гостинице всей команды. Всегда проводим все в свободное время вместе. Думаю, мы одна из самых сполоченных команд в этой линии. Но сезон для Павла не закончился. Впереди юниорский чемпионат мира в Словакии. Он стартует 13 апреля. По итогам этого турнира можно будет судить об уровне нашего юниорского хоккея и об уровне молодежной хоккейной лиги. В начале сезона Павел доказывал, что не случайно попал в МХЛ. Теперь, что он не случайно оказался в сборной. Первое время на сборах как-то вышли, все как-то там быстрее, все как-то надо побыстрее думать, посильнее бросать, все помощнее в этой лиге. Но со временем к этому привыкаешь и к нагрузкам, и к тренировкам, и к распорядку. И становишься такой же, как они, и ничего тяжелого у меня. Свой первый шайб я уже отдал родителям, она хранится у меня дома. Но забил я, по-моему, это была моя самая первая игра в МХЛ как раз-таки. Мы играли с омскими ястребами, и эмоции зашкаливали. Мне хотелось выиграть, так как первый матч проиграла команда, и мне дали пас, и я бросил, и забил. Безусловно, каждый хоккеист хочет играть в сборной своей страны, и я не исключение. Перед собой в начале сезона, конечно, таких целей еще не ставил, но, когда я понял, что эти цели преодолимы, конечно, хотелось попасть, доказать, что я способен играть в сборной. В 17 лет Павел должен думать о клубе «Мамонтах Югры», о сборной и об учебе. Успехи в хоккее не отменяют и не заменяют образование. Летом его ждут экзамены и короткий отдых, а затем снова налет МХЛ. В отпуск у нас, так сказать, со школы не такой уж и длинный, он получается месяц. В этом году у нас экзамен, он будет еще меньше. Но в отпуске я стараюсь встретиться как можно быстрее, или что домой, встретиться с родителями, потому что я их не вижу месяцами. С Машем, братиком, увидеться с родными, ко всем съездить в гости. И просто побыть с родными меня это успокаивает, этим я отдыхаю. Я не люблю как-то загадывать на будущее, ну, ставлю первоначальные как бы цели. Для меня сейчас главное попасть в состав, поехать на чемпионат мира, показать себя там командой, завивать медаль. А дальше уже будет видно. Ну, главное, хоккей – это характер, всему остальному можно научиться, как катанию, так и владению клюшкой. Главное – это стержень внутри. В взрослом хоккее, чем лучше у тебя, жестче характер, тем дальше ты пройдешь. Проект «Истории МХЛ» рассказывает о самых ярких и успешных личностях молодежной хоккейной лиги. В одной из следующих программ мы расскажем о хоккеисте, тренере или болельщике МХЛ вашего города. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова